Акция на ТНВ Made in Татарстан. Сделана в Татарстане. О тех, кто созидает и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Оператор на пульте автоматически выбирает, какие створки бетонные укладчики ему открыть, чтобы бетонная смесь уже автоматически начала укладываться в изделие. Что в доме главное? Конечно, стены и крыша. За годы мир придумал такое количество материалов, из которых строят стены, что для их перечисления понадобилось бы писать учебник. Вот так выглядит наружная стена задолго до того, когда станет стеной вашего дома. Внутри ограждающие конструкции. Они нужны для того, чтобы защитить помещение от неплакоприятных факторов окружающей среды. Польза, конечно, первичная, но и о красоте тут не забывают. Работа ювелирная. Чтобы скрыть закладные детали, используют пенопласт. Самый универсальный материал по соотношению цена-качество-долговечность. По сути, это полимер, на который воздействует только ультрафиолетовое излучение. Аккуратно, технологично и, что уж говорить, очень просто. Вот это изделие из пенопластики, здесь таких несколько штук, используется для чего? Чтобы скрыть закладную деталь от видимого глаза. Что такое закладная деталь? Она используется в панельных домах. Ну, примерно. Это то, за что осуществляется монтаж одной панели к другой. Отлично. Вот для того, чтобы ее, скажем так, приклеить. Приклеили, установили закладную деталь. Как мы видим, есть расстояние от верхней грани самого будущего изделия. Большой путь открылся для домостроительного комбината в 2015 году. В течение года завод был полностью модернизирован. Основной и самой первой территорией стала Светлая долина. Именно там компания построила первые два дома. Потом уже было социальное жилье в Салават-Купере и уникальный проект в Иннополисе. Это не стандартный дом. То есть это дом, у которого первый этаж занят парковкой. Двор у него расположен во дворе на крышке самой парковки. Во дворе мы там посадили в монолитной катке. В одном квартале мы посадили дуб во втором каштан. Благополучные деревья там перезимовали, пережились. Ну, то есть это немножко другой план жилья, не тот, который строится обычно. В планах повысить статус социального жилья. Этажей станет меньше, дворы избавятся от машин, появятся новые зеленые зоны. А еще компания ввела бережливое производство. Сниженное электропотребление и увеличена скорость конвейеров за счет использования легких кран-балок вместо мостовых кранов. И не только. Мы увеличили производительность в 2-2,5 раза без дополнительных затрат. Что мы сделали? Мы просто поставили все операции по цепочке, расположили производство рядом непосредственно с заказчиком, потребителем этих. Излишнюю транспортировку убрали. Также убрали излишние обработки. То есть те процессы, которые не приносят дополнительной стоимости продуктов. Интересно, что этот завод единственный в Казани, который в принципе строит не только панельные дома, но еще единственный, который устанавливает окна. На данном участке мы устанавливаем уже готовые, изготовленные на заводе оконные блоки в наружные стеновые панели. То есть наша панель получает уже 100% заводской готовности. Окно установлено, запенено, сделано 2 видра гидро- и шумоизоляции. Слаженная работа и в зимнее время. Новый бетоносместительный комплекс обеспечивает стабильное высокое качество бетона, независимо от климата. Кстати, и другие условия, эпидемиологические, производству не помешали. В период ограничений Казанский домостроительный комбинат продолжал работать. Конечно, с соблюдением всех правил. Слаженная работа всего коллектива и строгое исполнение всех мероприятий Роспотребнадзора, которые они нам регламентировали, позволило сохранить весь коллектив в полном составе, а также не потерять эффективность выпуска продукции. Чего только не встретишь или не увидишь на строительном производстве. И ожидала я, в принципе, всего, что угодно, но только вот не этого. Это муравей. Друзья, расскажите нам про эту инсталляцию, что это такое. Это муравей, которые мы делали на своем участке металлоконструкции. Данные муравея будут стоять в наших дворах, где мы строим наши дома. Люди, которые были высуждены при реализации национального проекта, мы не стали их сокращать и организовали на участке, где изготавливаем металлоконструкции для обустройства наших территорий. А вот он, тот самый муравей, и его друзья теперь поселились в жилом комплексе «Светлая долина». Диляра Исупова и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.